Трансплантация кости. Значит, трансплантация заключается в том, что кость замещается новой, а не в том, что она остается живой. Даже ауто-кость перемещенной, большие фрагменты и так далее, они заключаются в том, что, да, она держит, если это, допустим, травматология или какая-то челюстная физиология, она держит вот эту массу костного межклеточного вещества, потому что физиологический механизм остеокластов ограничен по времени. Пока они слились, образовались, пока ферменты все выделили. Вот этот лизис наступил. По мере выделения кальция в кровь гормоны будут реагировать и останавливать этот процесс, да, кальцистанин, например, тот же самый. Поэтому всегда надо думать о том, что новая кость образуется не из той, которую мы пересадили, а из новой. Но единственное, что клетки губчатой ауто-кости могут сохраняться. И, будучи вкрапленным в вновь образованный массив, сохранить свою активность, хотя, возможно, что недолго. Кость живет до 20 минут в капиллярной крови. То есть, с момента, как вы сделали забор клеток ауто-кости, у вас есть 20 минут, чтобы смешать материал, все это положить, закрыть, делать пластику дефекта и подготовиться уже к укрыванию лоскута на слизистом костном. 20 минут есть. А в венозной 11. Сам физиологический механизм основан на том, что она содержит кислород, менее плотный состав, она не имеет цианоза, она не содержит вообще вот эти тяжелые. У нее более щелочной паш. Поэтому, как среда для живых клеток, она подходит, конечно же, лучше. Да-да, вот вы взяли сверло, без воды на малых оборотах, там, на стас, сверло счистили, вот считайте 20 минут. У вас, как бы, есть время, чтобы они, эти клетки, они начнут просто через 20 минут умирать, как это быстро произойдет. Так вот, остеоциты, компактные кости, должны получать кислород и питательные вещества по сосудам. Если они перфорированы, есть сосуды надкосницы полноценные, то они могут сохраняться и выживать. Потому что у них есть канальцевый механизм и щелевой транспорт. Им не нужно всегда сосуд. Именно на канале свой механизм нагрузка при травме первичной. Поэтому выживает лишь единичный остеоцит, и действительно там действия не может жить. Сосуды начинают образовываться через 4 дня. 3-4 дня. Да-да, первые, да. На самом деле, конечно же, поскольку это микросоркультурная сеть, это зависит от локализации, от барьера. В принципе, может быть и через 2 дня уже сформированный капилляр. Но он будет очень маленький. Это для какого-то участка подходит. А вот так, чтобы это был уже какой-то сформированный сосуд. И он начинал соединяться мастомозами. Да, то есть конечная структура. Это с 4 дня. Ну, это вот фрагменты, которые, да. Это дистантный остеогенез. На этом построены, например, методики Флада Кури. Ну, еще многих авторов, на самом деле, в том числе. Просто он об этом впервые заявил. Значит, если большая часть атеоцитов в компактной кости погибает, но при этом концы трансплантата просто прилегают к живой, то переост вот этой ткани, живой, он пролиферирует на мертвые участки компактной кости. Ее замещает тоже. Про пересадку блоков. Это вот чистая вода. И затем сосуды постепенно продвигаются к трансплантату. От давления кость же растет тоже. Он должен быть плотно зафиксирован, да. Все остатки трансплантата должны быть плотно связаны с живой костью. А в стоматологии говорят о чем? Что у нас должна быть просто живая кость. Вот в этом объеме костного биоимплантата, это всегда биореактор. Он содержит живые клетки. Он содержит капиллярную кровь, где там много всяких факторов. Морфогенетические белки и так далее. Это биореактор. Он стимулирует по разным направлениям клеточные гуморальные реакции. Поэтому там должны быть живые клетки. Тогда наступает то, что нам надо. Идет образование новых костных робеков. Ну да, да, в том числе для лица кости. Напомню, что остеокласты, в их образовании активность, это физиологический механизм. И сразу там, где прорастет сосуд, туда будут выходить остеокласты. Потому что есть участки ацеллюлярные, бесклеточные, поврежденного участка кости. И рассасывая ее, он формирует новую гайверсовую систему, потому что прорастая сосуд, расчищает себе все вокруг и в дальнейшем формирует новый квант остеобласт. Это низкомолекарные белки, которые садятся с одной стороны на комплекс гисосовместимости, MHC1, говоря о том, что мы свои, и все, кто дальше, чтобы их плазматические клетки не видели, или лимфоциты. А с другой стороны, они стимулируют, например, перевоскулярные клетки. Ну и в принципе, в основном они стимулируют перевоскулярные клетки. Каротидный синус, да, это зона каросонной артерии. Вот они расположены на внутренней поверхности. Или перицит, они называются, адвентициальный. И они возбуждаясь, мигрируют в сосуд и переходят туда. А почему, чем это нам на руку? Потому что черепно-челюстно-лицевая область расположена очень близко к сонной артерии. Пока там эта клетка придет, тут все достаточно быстро. Гомотрансплантат компактной кости. Многие терпели неудачу, но это по понятным причинам. Хотя есть блестящие результаты. Потому что через компактную кость, минерализованную, сосуды не растут. Поэтому есть примеры пересадки гомологичной кости от одного пациента. От трупа живому человеку, когда там все остается. Но это основаны методики пересадки колеча. Это неприживление или отторжение. Вот про геологические, можно говорить неприживление. В смысле отторжение. Потому что отторжение наступает через 14 дней обычно. Это детритная масса. Вот она везде одинаковая. Это все мелкие нейтрофилы. Это нейтрофилы, которые приходят умирать сюда. И, соответственно, формируют детритную массу. Затем приходят макрофаги и их съедают. И что тут остается? Ничего, пустота. Сосудистая сетка с рыхлой соединительной тканью. А чем она потом заместится, будет зависеть от количества питания и от окружения. Поэтому здесь даже образование после. Почему возможно после отторжения рост кости? А потому что тут есть собственная ткань. И на какую-то высоту она все равно подрастет. Поэтому от травмы растет. Даже мертвая кость порой вызывает эктопическую осиогенность. А живая нет. Потому что на 14-й день она отторгается. Поскольку все-таки, несмотря на то, что видовая специфичность есть, все-таки организм человек индивидуальным. И соединения, которые характерны конкретному организму, в том числе, это циркулирующий иммунный комплекс, аллергический и так далее. Еще много всего, что открыли после 1972 года. На что реагирует комплекс гисосовместимости? Они тем самым стимулируют отторжение. Что мы видим здесь? Вот это линия цементации. Это граница между двумя костными участками. Вот это клетки умершей кости. Лакуны круглые, хорошо видны, пустые. Вот это участки с живыми клетками. Но они, видите, сплющены, вытянуты. Скорее всего, вот эта часть образовалась. Либо вот эти клетки сохранились, как вот здесь. А вот это все вновь образованная кость. Это губчатая кость, потому что тут есть характерные тробекулы. Они высланы остеогенными клетками, которые активно полиперируют. А здесь формируются сосуды, образуются новые клеточные пучки. Костно-сосудистые пучки. И вот фронт остеобластов, вот он такой. И вот еще у нас полостеоген. В дальнейшем вот здесь будет гаверсов канал, тут будет гаверсов канал. А здесь будут окружать вот так вот новые участки компактной кости. Замещение через 10 дней. Участок как раз пересаженный в мышцу. Так вот участок, пересаженный в мышцу, аналогично вызывает окостенение, потому что там есть хорошее сосудистое питание. Да, у нас образовалась кость. Кость является окружением для сосудов, они растут, и растет кость вместе с ними. И чуть быстрее. А это целлюлярный участок. Вот тоже линия цементации. Это кусочек трансплантата, пересаженный в мышцу. Вот он умер, но дал жизнь новым участкам. Вот это побудило нас на самом деле на исследовании лабораторные, потому что мы стали ставить твердую мозговолочку специально под надкоснично. Так же, как и аутотрансплантат. А когда мы сравнили три группы животных, оказалось, что там получается то же самое. Это остеокласты, чтобы вы понимали просто по размерам. А это моноциты или макрофаги. Они отличаются в 4-5 раз, до 20. Они тоже лизируют кость, так же, как и остеокласт. Но этот механизм значительно медленнее, гораздо меньше по масштабу. При этом параллельно идет образование остеобластов, из приостеобластов, по мере их созревания. Поэтому эти два процесса запараллельны. И всегда будет выделение, всегда будет лизис, независимо от того, что бы мы там ни делали, и как ни колдовали. Потому что это нормальный процесс. Костно-морфогенетический белок, я про него все сказал, если вам будет интересно. Вот есть книжка доктора Рэдди. Был костно-морфогенетический белок. Ищите ее. Ну и вообще сейчас литература предостаточна. Их больше классов на сегодня открыто. Действительно очень интересный класс соединений. Впервые он был открыт Маршалом Юристом. Рекомендую смотреть и первоисточник, потому что публикации идут 61, 63, 67, 71, 74, 76, 77. И вот, конечно, больше, чем он в фундаментальном смысле никто не сделал. Здесь очень много групп BMP, которые раскрывают различные реакции. Преимущественно это процессы либо угнетения роста, либо стимулирования роста. Но они могут оказывать рост как физиологически нормальный, так и атипичный. Поэтому в том числе определенный класс морфогенетического белка могут стимулировать малигнизацию. На сегодня основная масса его синтетическая. Вот я знаю, стоит борфогенетический белок, там полмиллиграмм, 800 долларов. Он рекомбинантный, его не выделяют. Но если вы можете его выделить, то вы можете это сделать только из деминерализованных трансплантатов компактной кости. Продолжение следует...